Лена, теперь идите и запросите график, в какой валюте вы мне указали в договоре? Сейчас проблема у вас, правильно задать вопрос. В какой валюте вы мне указали? Будьте любезны мне, либо вы заключите договор на билеты Банка России, либо у меня таких денег нет, у вас там, скорее всего, российский рубль, 100%, рубль. Но у вас на руках вы нету, на самом деле нету вас на руках этого рубля. От слова совсем. У вас только на руках долговые обязательства. Доры, всё. Билет Банка России, долговые обязательства. А если мы его признаем как признак рубля 810, тогда это 1 рубль золотой получается. 70 долларов стоит за 1 рубль. Они должны вам еще сдачу, должны рубль платить. Конвертация здесь не проходит, а конвертация автоматически, он уже не диноминированный. В любом случае, этот один билет Банк России не диноминированный. Он проходит как 810, если они будут говорить, что как 810 прокатывает, но это золотой рубль. Это у них в 809 прописано, я об этом говорил. А так я смотрю, конечно, в чем указано рубль. А рубль это какой? 643? Так его нету 643. Он только обозначен на континентальном шельфе. 67 пункт 2, это 643. Они его не могут применить, потому что без советского рубля не прожить здесь. Тут только советский рубль, где написано, что 643. Они используют везде 810, во всех счетах. Надо маленечко вот в этом чуть-чуть кумекать и все. Правильный вопрос задать, оставить документы и занести им прям письменно. Предположили? Все, разберитесь, заключите договор. На основании того-того-того, все, укажите. Нет рублей. Ни 643, ни 810. Вы, короче, старайтесь билет Банка подсунуть им. То, что если они скажут, что это билет Банка есть, 810, ну тогда они все попались прям конкретно. Это не динаминированный. Все. И РУР они указывают, везде РУР указывают. 810 РУР, принимают РУР. Я же скидывал документы. Надо упередительные документы скачивать, то есть выписку с ИГРУЛа. И там все показано. Есть это обособленное подразделение, приказ, назначение, все, доверенность должно быть. Что они там, чем-то должны заниматься. Лицензия. Короче, все, весь комплект, вот этот, боеприпас у самой забрали, полицейские приехали и все им предоставили. Нет назначения, нет приказа, где они взяли помещение, кто им передал, и пошло им поехало вот это все требование с них. Говорят, проверить всю информацию, проверить их полностью весь аудит. Как они сюда залезли, кто им передал это здание, где их взяли. У них это должно быть 48 гражданского кодекса, на них там прописано 48, 49, 55. Обязательно вот эти документы вы себе раскачайте, скачайте, чтобы они у вас были. И вот эти учреждения документы, и начинаете их там прессовать. Они все посредники, ни за что не отвечают. Им кто дал разрешение кредиты, счета открывать, ему не может банк, Центробанк, даже сам являясь юридическим лицом, юридическим лицом, а кто их создал вопрос задать, а кто их создал юридическим лицом, вот этот банк. Да никто, да тем более еще они дают лицензию другому коммерческому банку. Опять же вопрос, а кто дал лицензию самому банку, выпускать билеты Банка России, вот эти бумажки, урезанные бумаги, кто им дал разрешение, у них нету лицензии, нет такой лицензии, выпускать билеты Банка России. Это махинация, вы понимаете, когда полиция приезжает, когда вот эти все разъясняйте, покажите документально, все, у них начинает лопаться, у них пузырь, мыльный пузырь начнет лопаться. Когда вы пойдете в магазины раком ставить, когда пойдете в ЖКХ раком ставить, у них все начнет лопаться, вы не сидите. Мы опять отпошли пятерочку, и их там опять нагнули. Это шоке, интересные, вообще самим даже стало интересно. Все-таки документы проверяются, вот и всего лишь, больше ничего такого не надо, сложного-то, ничего бояться не надо, у вас все факты, все козыри на руках, все верные, кто ты говоришь. Это для международа, все это саморасчетов, сам Центробанк отвечал, у меня есть такой ответ, что невозможно туда заплатить приставом на 625, ну нет валюты, вообще нету, ребят, мне это слово совсем, идите запрашивайте, во всем, даже у кого есть кредит, идите запросите у них, договор, покажите им, откуда у меня такой валюты нету, объясните, где валюта это, где, покажите мне ее. Это считается подводный документ, это 172.1, 172.2, Уголовный кодекс, статьи, откройте, посмотрите, почитайте, 172, 172.1, 172.2, три статьи, вы прочтите, там все четко написано против них, они все под уголовку попали, уже все, прям конкретно, остается только действовать, запрашивать у всех, о каких рублях вы у нас требуете, какие рубли, обязательно смотрите, в чем дело во всех, они ставят в конце, в конце, символ денег, это R с палочкой, это не рубль, не рубль, запомните, это символ денег, обозначение единицы, а то можно цифры эти поставить, ты можешь подумать, а может это километры, а может быть глубина, а может быть высота этих цифр, должно быть значение, а что сделали они? Они вот этот символ придумали, R с палочкой, похоже как бы на рубль, это R с палочкой, символ, ни рублей, ни рубля, а символ денег, а для дальнейшего действия долетителей, должны быть четко прописаны рублей, рублей и копейки, все должно быть прописано, через тире, у них Бланковского духу-чете так прописано, через тире отделяются. Я же всем сочастванцам говорил в группе, начинайте их напрягать с ЖКХ, магазины идите в банке запрашивайте договора показываете чем указано какие и вот это все раскрутка никакой не цифровой не получится они хлопнут как мы как только начнете вот это действие делать не бойтесь ничего все у вас и факты есть не стесняйтесь но два человека идите два-три человека но не больше по ним снимал говорил кто хорошо разговаривать все показываете все документально нет у нас никаких денег какие рублей вы кредиторы они через 202 0 2 у них есть в банке в банке кредитный счет 200 202 301 его вообще отсутствует классификаторе у них нет еще так нет его 301 0 1 они подменяют а через 202 они вас всех подчищать то есть вы не номинированный рубль кладете на счет якобы то есть рубль это тысячи рублей они что делают они через 202 прокатывают снимает все сливки 999 себе оставляют а рубль вам очищают и в обратном направлении тоже через 202 они очищают то чтобы вам вот эти чтобы вам не пришло они его очищать до рубля снова у себя клип оставляет в общем дело наличку вы какую принесете опять же как они вас примут вы должны с ними осторожно быть как они вас будут принимать они же там тугов думы они им пока это растолкует что у вас на самом деле один советский рубль признак рубля они это не поймут что документы но я все же сюда документ скинул на группу здесь они здесь здесь есть вот эти документы надо все примере применять но их надо заставить чтобы они признали что якобы что билет банк россии как за руб принимает потому что меня когда купил пиле его купил по 5 евро я ожидал им 500 рублей 500 но они прям прописали что я им якобы дал 810 ров они себя сдали у меня документ от лежит поэтому мы уверенно идем туда в банк чтобы сказать что вы в руках все это крутите а разница чтобы возвращать тут уголовки парня подмен документ конечно подмены документов все они в подбал их попали я только все правильно надо собрать все документы и нанести удар по банку но пока если бы по банку не хотите ударить ну хотя бы по магазинам в магазин можно уже к хаморда прям смело смерд даже вот и приставу уже попал подписку при сном сразу обратиться каких рублях все к каким-то требуйте меня вы магнит и занимать но таких надо вопросы задавать вымогательством, а вымогательство-то уже все под уголовку не попадает. Вы смело можете опять же заявлять. Они требуют то, чего у вас нет. В Беларуси тоже такая же ситуация, как и у нас. У них нет тоже денег. У них все это фальшивость. Но они их тоже принимают. В Беларуси тоже через 810 работает. Банк работает 810 для всех республик. Для всех. У них всех фальшивые деньги. Как и у нас вот эти билеты Банка России. Ну, там же тоже все спящие. Замороченные голову всех. Как и у нас. Особенно я понимаю, что они понимают, в чем дело-то. А там они продолжают. Батя Лукашенко продолжает дурачить. Якобы, но он чуть получше, чем у Путина. Но он тоже дурачит весь народ. Конкретно. Все высказал. Плохо, наверное, там голосовое выбор. Я же сказал. В Беларуси то же самое проходят обменники в Беларуси. Через 810. Советский рубль. Золотой переводной советский рубль. В Российской же Федерации, как торговая фирма, у них нету слова российский рубль. У них только в Конституте написано рубль, а не российский рубль. Конститута 75 от Гровицы. И в обменниках то же самое идет через 810. 643 это в международных расчетах. Забудьте про этот 643. Он применяется на дне морском. 67.2. Где они сами и прописали. Экономическая деятельность Российской Федерации находится на дне морском. На шельфе. Поэтому 643 там и находится. Так же, как и в Беларуси. Все на одном морском дне находятся. Нету в Беларуси, как там, 933. Нету 643. Это все фикция. Вы, наверное, плохо там прослушали мое голосовое сообщение. Еще раз послушайте. И тогда вы все поймете. Нету в Российской Федерации 643. А слово совсем. Динаминация отменена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.